Я рад снова встретиться с вами. Сегодня мы продолжим говорить о смелой вере. Мы живем в то время, когда модно быть человеком веры. Люди верят в разные вещи, в правительство, в свободу слова, в мать-природу и даже в образование. Выражения веры сегодня только приветствуются, но если вы говорите, что верите в Иисуса и возлагаете свои надежды на Него, то эта вера не так сильно приветствуется окружающим. Я защитник веры в Иисуса. Я верю, что Иисус из Назарета изменяет жизнь, перенаправляет будущее, и ничто не сравнится с верой в Иисуса Христа. Вам не нужно стыдиться или извиняться за свою веру в Иисуса Христа. Наоборот, старайтесь каждый день доверять Ему все больше и больше, не просто гнаться за благословениями. Просите Его о чем-то, а отражать Его характер и жить, угождая Богу. Это очень интересная тема, и именно об этом я предлагаю вам сегодня поразмышлять. Этому пусть Бог благословит вас, и приятного вам просмотра. Наслаждайтесь этим уроком. В своем сердце я хочу быть уверен, что я готов к этому сезону. Сложно признать, что вера — это что-то обязательное. Мы не привыкли обращать на нее внимание, но Библия говорит иначе. Послание к евреям, 11 главе 6 стихе сказано, «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает». Без веры Богу не угодить. Этого нельзя сделать добрыми делами, смирением и добротой. Если у вас нет веры, то вы не угождаете Богу. Поэтому вы должны понять, что вера — это обязательное понятие, и без нее вы не можете угодить Богу. Итак, евреям, 11 глава, 1 стих, «Вера же есть осуществление или сущность ожидаемого и уверенность в невидимом». Вера связана с тем, что вы не видите. Вера заставляет невидимые вещи влиять на видимое в вашей жизни. То есть без веры невидимые вещи, которые Бог приготовил для вас, не могут влиять на вашу жизнь так, как должны. Когда Иисус пришел в свой родной город, в Назарет, то он не мог совершить там много чудес из-за неверия людей. Недостаток веры помешал тому, что Иисус мог сделать посреди них. Вера — это материя. То есть ее можно трогать, направлять, защищать. Мы получаем ее небольшую порцию. Библия говорит, что вера с горчичное зерно может двигать горы. Поэтому вы получаете не грузовик и не вагон веры. Вы получаете небольшую порцию, а что-то маленькое и ценное требует много внимания. Ее можно легко упустить или недооценить. Вера — это сущность. Послание к римлянам, 12 глава, 3 стих. «По данной мне благодати. Всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать. Но думайте скромно по мере веры, какую каждому уделил Бог». Хорошая новость? Бог дает каждому из нас меру веры. У вас есть вера. Библия говорит, что Бог дает каждому человеку откровения о себе, но мы решаем, что нам с этим делать. Некоторые понятия лучше звучат в тех или иных языках. У каждого языка есть свои сильные и слабые стороны. Мне всегда казалось, что в английском языке не хватает слов для выражения любви. Вы можете любить мороженое, любить свою собаку и любить жену. Если я переборщу с любовью к мороженому, то это приведет к негативным последствиям. Я люблю свою собаку, но если она плохо ведет себя, я могу и закрыть ее на улице. С женой этого пробовать не стоит. То есть в английском языке слово «любовь» немного неполноценное. В греческом языке много слов, обозначающих любовь. «Телесная любовь» — это «эрос». Отсюда появилось слово «эротика». «Божья любовь» — это «агапы». Есть любовь к семье. То есть в греческом языке с любовью не запутаешься. Там все понятно. В греческом языке значение слов понять проще, потому что, смотря на их состав, понимаешь, откуда они произошли и какой семье принадлежат. В английском языке этот принцип не работает. В английском слово «вера» и «неверие» не похожи между собой, а в греческом их взаимосвязь очевидна. «Вера» и «неверие» — это имена существительные и позиции, которые вы выбираете. «Вера» — это то, что вы выбираете. Каким-то образом скептицизм стал сегодня высшей формой интеллекта. А я вот так не думаю, если вы отказываетесь верить, это не делает вас умнее. Это делает вас упрямыми. Вера же требует смирения. Иногда вера требует информации. Проще поверить, когда вы больше знаете о Боге. В греческом языке слова «верующий» и «верный», «неверующий» и «неверный» взаимосвязаны. Но в английском это незаметно. Как же выразить свою веру? Что значит быть человеком со смелой верой? Это значит быть чрезвычайно верным человеком. Мне это нравится, потому что верность доступна нам, а тогда как смелая вера кажется чем-то далеким и недостижимым. Иногда я не человек веры, а человек больших проблем и трудностей. Мне не всегда хочется говорить себе утром «ты полон веры». Такое нечасто бывает, но верность зависит от меня. И это делает веру доступной мне. Вы можете быть верным в чтении Библии, верным в молитве, верным в поклонении, верным в десятине и в своих финансах. Помните, мы читали, что вера — это осуществление того, что мы не видим. Когда вы решаете быть верным человеком, то открываете дверь для работы Бога в вашей жизни. Итак, смелая вера — это намеренная верность Богу с нашей стороны. Это значит отойти от того, чтобы втискивать Бога в наше расписание. В моей жизни был период, когда я много работал на свежем воздухе, я был активным с самого утра, теперь я хожу в спортзал. У вас есть одежда для церкви, слова для церкви, церковные взаимоотношения. У меня есть одежда для спортзала. В ней я и занимаюсь спортом, потому что это полезно для здоровья. Она сделана из специального материала и помогает мне заниматься. У меня есть особая обувь для занятий спортом. Я занимаюсь в зале. У меня есть друзья по залу. Они узнают меня в моей спортивной одежде. Вы бы меня не узнали. Вам бы понадобилось исцеление ваших воспоминаний. Я могу 20 минут объезжать парковку у спортзала, чтобы найти место поближе ко входу, дабы не перетрудиться перед тренировкой. Полчаса я занимаюсь, чтобы оставаться здоровым, а потом я ухожу и заезжаю поесть пончиков, потому что я очень устал после тренировки. А потом я еду в офис, чтобы присесть. Затем я жду, когда же изменится моя телесная форма. Смелая вера. Верность. Здоровье вы выбираете не на 30 минут в день, а 24 часа в сутки. Вот и верность. Вы выбираете не только в воскресенье утром, а 24 часа в сутки. И это время в нашей жизни требует от нас верности. Бог дает нам все, что нам нужно. Но, как говорил Павел и Моисей, выбор-то за нами. Мы круглосуточно выбираем Иисуса Господом нашей жизни. Хочу представить вам еще одну идею. Давайте перейдем к последнему пункту в ваших конспектах. У нас есть местописание Второй Послания Тимофею. Мы еще разберем его. Но о чем мне нравится говорить? Мне нравится это время года, потому что всего несколько недель отделяет нас от урожая томатов. Здесь, в Теннесси, когда трава начинает расти, и я понимаю, что всего через несколько недель нас ждет урожай томатов. Для начала все же прочитаем с вами Второе Послание Тимофею, третью главу. Здесь описан тот сезон, на который христиане часто реагируют испугом. Я не хочу говорить о возвращении Иисуса. Меня это пугает. Меня это не пугает, и я не хочу, чтобы вас это пугало. Но, друзья, знаете, ничего не сравнится с красными, с белыми томатами из Теннесси. Когда это время приближается, я начинаю искать бекон и горчицу. У меня будет сэндвич. О, да. Жизнь прекрасна. Потом появится молодой картофель, зеленая фасоль, свежие кабачки. Обожаю это время. Я от него в восторге. Как же совсем скоро. Температура будет 30 градусов, а влажность 90%. Я буду стоять в охлажденном помещении, смотреть через окно и потеть. Но меня не беспокоит повышение температуры. Меня больше радуют томаты. А когда мы говорим об этом сезоне, я не хочу, чтобы вы боялись этого. Не нужно. Я хочу, чтобы вы были в восторге. Приближается что-то хорошее, грядет наш царь. Мы начали серию под названием «Дерзновенная вера». Я с особым воодушевлением отношусь к этой теме. Многие думают, что дерзновенная вера — это что-то странное, экстраординарное, стадионы, забитые людьми, или уникальные возможности бизнеса. Но когда я заглядываю в Евангелие, я вижу, что дерзновенная вера Иисуса касалась непосредственно жизни людей и обстоятельств вокруг них, касалась отцов и детей, о которых они беспокоились, семей, имеющих нужды, синагог, набитых людьми, которые испытывали стресс. Реальные обстоятельства в жизни требуют от нас веры. Люди, чтущие Господа от всего сердца, все же сталкиваются с трудностями. Нам нужна вера, чтобы доверять Богу во всех обстоятельствах. Мы подготовили серию проповедей, чтобы помочь вам твердо стоять там, куда Бог поместил вас, быть победителями и преодолевать все препятствия. Современный мир требует дерзновенной веры во Христа. Для этого нужна вера и смелость. В качестве подарка за вашу поддержку мы хотели бы выслать вам набор из четырех проповедей пастора Аллена на тему «Дерзновенная вера», а также специальные брошюры к проповедям. Это станет хорошим подспорьем для вас или для тех, кому нужно ободрение на пути веры. Поддержите нас и получите ваш подарок, позвонив по телефону, который вы видите на экране, или зайдя на наш сайт. Второе послание Тимофею, третья глава. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержаны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглы, напыщен, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Таковых удаляйся». 18 слов описывают деградацию характера человека. Если бы меня попросили описать современное американское общество, то лучшего списка я бы не нашел. Я ведь прав? Я хочу спросить, кажется ли вам, что сегодня эти качества преобладают больше, чем 10 лет назад, ну, скажем, или 20 лет, а может быть больше, чем 30 лет назад? Думаю, что ответ в каждом случае, конечно, да. Если вы заметили, то в этом послании говорится, что люди будут любить три вещи, они будут самолюбивы, сребролюбивы, будут больше любить удовольствие, чем Бога. Похоже на точное описание нашего мира, не так ли? Непокорные, непримирительные, жестокие, а самое страшное написано в пятом стихе. Павел говорит не о мирских людях. Он говорит, что эти люди имеют вид благочестия, но силы его отреклись. Павел считал, что сила Божия не отделима от креста Христова. Павел писал церкви в Коринфе. «Когда я был с вами, то выбрал не знать ничего, кроме Христа распятого». Для Павла крест и сила Божия шли вместе, поэтому люди, имеющие форму благочестия, но без его силы, это те, кто выглядит религиозно, читают подобные книги, говорят такие же слова, носят религиозную одежду, но они отреклись от силы креста. «Смысл креста в человеке, а не в римском орудии казни». Тысячи людей умерли на кресте, но в случае с Иисусом все было иначе. Он был Сыном Божиим, и Он забрал на Себя грех всего человечества. Поэтому отречься от силы креста, это отречься от того, кем был Иисус. Это значит отречься от того, что мы грешники. В эти дни не примято признаваться в том, что вы верите в грех. Но правда в том, что есть добро и зло. Нам нужно выбирать благочестие и святость. Они имеют форму благочестия, собираются в религиозных зданиях, поют религиозные песни, но они не хотят говорить об Иисусе, о том, что Он Сын Божий и родился от непорочного зачатия. Это лишь форма благочестия. Но я предлагаю вам сформулировать в своем разуме, в своем сердце категории истинного и ложного, чтобы не быть обманутыми. Книга Откровения поможет нам в этом. Там говорится о времени, предшествующем возвращению Христа. А в конце персонажи книги встречаются с Божьим судом. «И схвачен был зверь», говорится в 19 главе. В этом случае зверь — это антихрист. Это человек, который будет лидером многих стран мира. Мир будет в таком хаосе, что будет отчаянно нуждаться в лидере, который решит кризис человечества. И появится такой талантливый, способный человек, что страны мира попросят его возглавить их. И какое-то время он будет казаться спасителем мира. Поэтому он назван антихристом. Он представит себя спасителем мира. А потом он потребует, чтобы все страны поклонялись ему. Но вскоре после получения власти проявится его истинный характер, и Библия описывает его как зверя. Это ужасный ярлык, обозначающий самый злой, дикий и жестокий вид лидерства, который мы только знаем. Когда Библия назвала его зверем, это привлекло мое внимание. Но Иисус вернется и разберется со зверем. Это уже хорошая новость. Наш Господь не напуган. Исхвачен был зверь, и с ним лже-пророк, производивший чудеса перед ним. То есть во власти антихриста будет религиозная составляющая. Павел дал нам подсказку. Он сказал, что это будет иметь форму благочестия, но не его сил, которыми он обольстил, принявшись начертания зверя и поклоняющихся его изображению. Оба живые, брошенные в озеро огненное, горящие серое. В конце концов, Бог осудит их. Книга Откровения знакомит нас с тремя имитациями. Сатана — это имитация Бога. Он был ангелом. Он лишился своего места на небе, потому что хотел, чтобы ему поклонялись как Богу. Потом было восстание против Бога, и Сатана и треть ангелов были изгнаны с неба на землю. И на земле он снова делал все возможное, чтобы ему стали поклоняться как Богу. Помните, как после 40 дней поста в пустыне дьявол подошел к Иисусу и сказал, «Если ты поклонишься мне, то я дам тебе власть над всеми народами земли». Грех и искушение грехом — это попытка сатаны заставить вас капитулировать перед ним и отвернуться от Бога. Грех — это искушение, потому что он не может дать то, что обещают. Каким бы греховным искушением вы ни были уязвимы, они обещают вам удовольствие и радость, пока вы не сделаете первый укус. Вначале может казаться, что вы получили то, что вам обещали, но если вы и дальше пойдете по этому пути, то он будет горьким. Не так ли? У каждого из нас есть такая история. Это ложное выражение Бога. Если вы выбираете благочестие и святость, то это приведет вас на путь, который будет вас менять и принесет вам удовольствие и настоящую радость. Итак, сатана — это имитация. Он хочет, чтобы ему поклонялись так, как Богу. Антихрист — это имитация Христа. Это лжехристос. Он хочет быть спасителем для всех проблем человечества, но при этом будет самым жестоким лидером в истории. Лже-пророк. Давайте на него теперь взглянем. Пророчество — это Божий взгляд на вещи, и лже-пророк приносит Божий взгляд лже-церкви. Если есть лже-пророк, то должна быть и лже-церковь. Вам нужно поделить все на категории истинного и фальшивого, и вам нужно иметь достаточное знание слова и характера Божьего, чтобы уметь различать эти вещи, потому что в это время у многих будет форма благочестия, но не будет его силы. Не обманывайтесь. Я не говорю об истинной и неистинной церкви. Я не говорю о них и о нас. Не подумайте, что я говорю, что мы правы, а ребята через дорогу. Нет! Нет! Я не говорю о динаминациях или о предпочтениях в стиле поклонения. Суть истинной церкви — это Иисус. И Его искупительная работа — Сын Божий, пришедший на землю, Его смерть на кресте и Его воскресение для нашего оправдания. Все это необходимо, потому что мы грешники, и мы не можем спасти себя сами. Нам нужна помощь, и Бог предоставил ее нам в лице Иисуса. Любое выражение религии, которое недооценивает Иисуса, Его роль и Его заслуги являются ложным. Неважно, какой умной или обоснованной, красиво представленной или сверхъестественной, кажется, религия, она ложная. Не обманывайтесь. Также Библия говорит, что в это время будет распространено обольщение. Иисус предупредил нас, чтобы мы береглись лже-пророков, а также береглись лже-христов. А Павел предупреждал нас о лже-апостолах. Он сам находил лже-братьев. Возрастет обольщение. Обольщение — это верить, что это правда, тогда как это не так. Ну и что же нам со всем этим делать? Нам нужна при этом смелая вера. Это значит проявлять верность, которая выше той верности, что была в другие периоды вашей жизни. То есть, пусть это будет не просто сегмент вашей жизни, как церковь или спортзал, а будьте последователем Христа. Пусть ваша христианская жизнь будет бурлящей. Мне нравится идея, давай помолимся. Куда бы вы ни шли, с кем бы вы ни общались, вы должны быть готовы сказать, давай помолимся. Пусть ваши знакомые узнают, что Иисус — часть вашей жизни. Не нужно быть странными. Нам хватает странных людей. Пусть это будет неосуждающая или надменная вера и невера с высоким самомнением. Быть верным Богу — это смирение. Мы путаем веру с глупостью. А я не хочу, чтобы вы были глупыми. Не нужно отказываться от страховки. Если у вас пустой бензобак, вам не нужно слово от Бога. Вам нужна заправка и деньги. Не будьте глупыми. Вам не нужна молитва в этом случае. Просто заправьтесь. Иногда мы, христиане, становимся очень странными. Мы думаем, что быть странными — это признак духовности и зрелости во Христе. А это не так. Это просто странность. Вам не нужно слово от Бога, когда вы выезжаете на шоссе. Если бы я был с вами в машине, а вы перед выездом на шоссе захотели бы помолиться, то я захотел бы выйти. Вам не нужно слово от Бога. Вам нужно посмотреть на приближающийся транспорт и решить, хватит ли вам времени, чтобы выехать на шоссе. Если вы не умеете этого, то выходите из машины. Мы путаем странность и веру. «А я не хочу этого делать. Я хочу стать более верным человеком для Господа. Я призываю вас выбрать верность в простых вещах». Реакция Бога будет незамедлительной. Выбирайте веру и постепенно приносите ее в те места, куда вы впустили неверие и скептицизм. «Я не доверяю церкви. Там много лицемеров». Вы совершенно правы. Я хожу в зал, и там полно толстых людей, но я продолжаю туда ходить. Я хожу в больницу, где полно больных людей, и куда ни посмотришь. Там трубки, пробирки, крики и лекарства. Но когда я болен, то все равно прихожу туда, потому что думаю, что там мне помогут вылечиться. Не позволяйте скептицизму и неверию укорениться в вашем сердце. Искореняйте их. Мы находим оправдания для неверия, потому что не хотим переживать унижение из-за верности Богу. Но пора прекратить это. Я не верю, что вы будете процветать без смелой веры. И в конце я хотел бы призвать вас верить Богу. Это не сделает вас простаком или наивным. Бог любит вас. Он щедр к нам с вами. И когда мы приходим к Нему с верой, то открываем новые возможности в нашей жизни. У Бога есть хороший план для вас. Вы важны для Него. Я хочу помолиться за вас. Отец, спасибо за каждого человека. Пусть Дух Живого Бога откроет в нас сегодня новую веру, смелую и уверенную, чтобы мы могли пережить лучшее от Тебя в нашей жизни. Пусть тьма склонится, а сила Живого Бога принесет нам восстановление. Во имя Иисуса, Божьих вам благословений. Присоединяйтесь к нам каждую неделю, чтобы услышать новое глубокое послание пастора Аллена Джексона. Заходите на наш сайт, адрес которого на экране. Откройте для себя множество информационных ресурсов, которые переведут вашу христианскую жизнь на новый уровень. На сайте вы можете поделиться сильным посланием. Мы хотим делиться нашей программой со всем миром. Но сможем это сделать только с вашей помощью. Сегодня вы можете стать нашим партнером. Также мы всегда будем рады видеть вас в нашей церкви. Добро пожаловать. Не забудьте заглядывать к пастору Джексону каждый день в социальных сетях. Спасибо, что были с нами и стали частью этого служения. Увидимся в следующий раз. До новых встреч с пастором Алленом Джексоном. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова